Доброе здоровье уважаемые посетители канала поступил вот такой вопрос и тут разъяснение вот смотрите если у нас имеется насморк и особенно страдают гайморовые пазухи то есть хронический гайморит то вот здесь там мы с вами используем нюхательный табак используем вот так то есть я сначала там вот так отдышал оказывается нет этого совершенно не надо делать но надо делать регулярно раза два три в день вот мы набираем буквально такие вот сколько на зубочистку и набираем другую отлично то есть вот эти все табачные фитонциды проникают сюда поглубже и они мучно обеззараживают это хорошо оказывается в некоторых странах нюхательный табак запрещен но я думаю сигареты там можно разрешены поэтому тогда берете просто-напросто сигареты сигареты берите самые такие знаете дешевые на кофемолочке сигаретку разломали высыпали в кофемолочку все это дело в ней разбили мелко-мелко потом слаживаете в такой какой-то пузыречек с герметичным пробочкой и вот так будете поступать это тогда когда у вас слишком ну будем говорить донимает гайморит но особенно при гайморите когда он у вас хроническое вы обратите внимание на питание что вы едите как вы едите меньше молочного то есть меньше слизообразующих продуктов которые именно поставляют вот эту слизь которая выходит это не простуда как мы думаем простуда вот эти вот сопли которые идут это как раз те продукты которые плохо переварились превратились в слизь болтается по крови и выбрасывается слизь только через легкие бронхи носоглотку и вот здесь чтобы вам ясно было то есть вот в этом случае можно табачок использовать и обязательно следить за питанием хорошо работает табачишка и совсем другое если у вас имеется какая-то перегородки либо травма вот у меня в детстве по носу я получил получил какой-то там с венчаткой что у меня тут лопнула носовая перегородка но более-менее если присмотреться так что-то видно а так вроде носовые ходы не были повреждены у у некоторых же людей бывают подобные травмы довольно таки сильные вроде бы им там что-то сделали и пока они были молодые но все как-то сходило оттуда дальше с возрастом дышать становится труднее возникают вот эти вот сложности человек раздышивается начинает дышать ртом вот то есть неправильная функция дыхание которое ведет за собой целый шлейф всех остальных заболеваний как говорил бутейка есть одно заболевание это глубокое дыхание которое умывает углекислоту и как следствие оно порождает там что-то там 400 всех остальных расстройств и так далее он это там определил на своем там приборе канал там работа и если вернемся значит если у вас имеется травма вам трудно дышать носом там допустим полипы в носу носовые ходы искривлены а до этого все нормально было это вот большой вы знали большое значение имеет до этого было все нормально но после травмы изменилось или либо появились у вас вот эти вот аденоиды полипы там носу и дыхание изменилось вы больше дышите ртом а то вообще дело идет к астме значит что тут делать а вот тут как раз то надо с помощью дыхания которое предложил бутейка накапливать увлекислоту я неоднократно рассказывал как ее накапливать с помощью дыхания просто-напросто еще что я хочу вам сказать на передачи малахал плюс когда ее ввел это где-то пять лет у меня естественно бывали случаи когда закладывала нос прямо на передаче это крайне неприятно и надо что-то делать потому что передача то идет а ты тут будешь смыгать носом я значит что делал я прекращал дышать останавливал дыхание болевым усилием задерживал чувствовал как у меня начинает кожа на лице становится слегка красной и выступать из парень это как раз указывает это первый признак который указывает на то что углекислоты достаточно накопилось а как только накапливается достаточно углекислоты у нас у нас расширяется и кровеносные сосуды и у нас расширяется вот эти воздухоносные пути все нормально задышал буквально срочная помощь но вам-то это надо делать постоянно и как раз вот бабушка вы там вообще смотрите видосы в которых я рассказываю об опыте других он пришел к выводу что у молодых 6,5 процентов углекислого газа а не кислорода в крови а потом углекислого газа становится меньше и всякие болезни вот эти старшинки цепляются бабушка сколько там 96 лет которая использовала вот это вот дыхание как она там накапливала что она делала два раза по 20 минут она занималась дома накапливала эту углекислоту и здесь не важно вот именно то как вы будете дышать как вы будете тормозить свое дыхание или еще важно ориентироваться потому что я вам сказал накопление углекислоты приводит к тому что у вас начинает щеки становиться теплыми а на лбу начинает выступать испарина и вот этот процесс надо вам будет поддерживать ну хотя бы от 10 до 30 минут и если у вас серьезная проблема заниматься этим два три раза в день чтобы вы приучились как-то нормально все это дышать в противном случае все что сказал бутылька о том что это причина глубокое дыхание порождает там вот эти все вот это заболевания на вас проявится значит просто-напросто садитесь успокаивайте и начинайте торможить свое дыхание делать его таким чтобы вы его особо знаете не шмыгали носом а дыхание такое было вот я сейчас дышу диафрагма пошла вниз выдох вдох выдох вдох то есть добивайтесь того что вы не слышите своего дыхания как воздух вливается через ноздри внутрь легких и как он выходит если у вас не теплеют щеки в течение ближайших минут трех максимум пяти это говорит о том что вы еще быстро дышите значит еще надо медленнее медленнее и тише дышать как это вы сделаете это уже ваше некоторые там дышат там через пакет или еще что-то я как-то не склонен к таким прибамбасом каким-то костылям я склонен к тому чтобы естественно медленный плавный вдох даже задержки мне надо делать и такой же медленный плавный выдох чтобы вы успокоились чтобы вы почувствовали как вот это вот у вас заходит сюда воздух как он выходит как вы успокаиваетесь естественно ощущаете накопление углекислоты что щечки ваши становятся тепленькие на лбу начинает выступать испалина и вот это накопление углекислоты вы должны естественно не то что подышали и набросили вы должны продолжить вы должны этот эффект чтобы он оказал влияние на ваш организм продлить в течение допустим 20-30 минут начинаете все буквально таки с 5 минут с 5 минут приучайте даже с минуты там но если вы это будете делать регулярно вот как бабушка то то у вас будут результаты если все это найти эпизодически что-то вы сделали что-то не сделали то ничего толком не будет так что мотайте себе на ус и используйте простые средства которые помогут вам избавиться от всех вот этих вот изогнутых перегородок полипа в носу там и ухудшение дыхания потому что все это говорит о том что организм сам пытается сохранить нужный уровень углекислоты в организме и он этим самым препятствует дыханию чтобы вы хоть как-то задерживали поэтому там носу тормозились растут там полипы искривляется там носовая перегородка и так далее так далее какой-то там процесс как только вы начнете вот так вот дышать два-три раза в день и не бросать это дело с утра встали лежа в кровати прямо подышали перед сном опять-таки лежа в кровати подышали если у вас нет времени то организм уже не надо будет ничего там выращивать полипы искривлять носовые перегородки и еще что-то там такое делать чтобы тормозить дыхание в любых ситуациях особенно таких вот эмоциональных оставайтесь спокойным потому что вот как бутейка сказал что есть одно заболевание это глубокое дыхание которое порождает 400 там остальных а я так робко робко знаете так спросил а а причиной глубокого дыхания вот почему человек раздышивается что является что он сам по себе раздышался оказывается оказывается он на это дело не ответил оказывается является эмоциональное наше потрясение эмоции мы заволновались задышали раздышались вымыли углекислоту и тут начинается вот эти вот спазмы хватать чтобы а сохранить остатки потому что углекислота поддерживает нормальную среду в каждой клетке для того чтобы она просто была здоровой нормально работала как только этого нету организм с клеточного уровня начинает дряхлеть и сыпаться и смотрите мои видосы предыдущие где я разъяснял про это глубокое дыхание по дыханию бутыка чтобы еще какие-то новые новые так допустим вещи новые знания вы узнали и применяли к себе можно даже сказать что и голодание способствует тому что накапливает углекислоту голодание можно сказать это что физическая нагрузка когда вы также допустим побежали быстро пошли там или там занимаетесь огромной физической нагрузкой у вас тоже организм разогревается появляется испарина пот это тоже говорит что вы набрались углекислоты и сразу же дышать стало легче ну вы ж не будете там постоянно бегать и что-то там такое голодать вот таким дыханием можете заниматься ну что хау я все сказал я благодарю вас за то что откликаетесь проявляйте свою благотворительность на поддержание канала